Приветствую всех, дорогие друзья. Сегодня в ролике давайте оценим свежие утечки про RTX 40 от Nvidia. Взглянем как AMD могут разделить линейку RDNA 3 и посмотрим на новые модули DDR5, которые подтвердили поддержку двенадцатым поколениям. Об этом и многом другом из мира IT я расскажу вам прямо сейчас. И с вашего позволения я начну с хороших новостей про оперативную память. По данным издания CovCode Land стоимость комплектов DDR4 по сравнению с прошлым месяцем снизилась на величину от 5 до 10 % в США и Европе. Ресурс проследил динамику памяти компаний Corsair и G-Skill в июле и первой половине августа, отметив снижение стоимости до 15 евро на европейских рынках. В США комплекты памяти объёмом 16 и 32 ГБ в среднем подешевели на величину от 10 до 30 долларов. Примечательно, что движение в сторону снижения цен наблюдается только у двухканальных комплектов ОЗУ. Стоимость более редких предложений, состоящих из четырёх модулей, с прошлого месяца в целом не изменилась. Напомню, что согласно последнему прогнозу TrendForce, стоимость DRAM в ближайшее время должна снизиться в среднем до 5 %. Так как производители накопили большой запас памяти и вынуждены снижать цены, чтобы избавиться от излишков. Компания PNY сообщила, что готовит к выпуску комплект оперативной памяти XLR8 Gaming DDR5 4800 для процессоров Old Lake. И хотя ОЗУ нового стандарта уже не раз мелькало в тестах, но это первый случай официального подтверждения поддержки DDR5 процессорами Old Lake. Компания PNY в своём пресс-релизе указала, что процессоры Intel Old Lake, которые будут выпущены в конце этого года, первыми предложат поддержку нового стандарта оперативной памяти DDR5. PNY не сообщила детальных характеристик своих будущих комплектов, но указала, что начнёт выпуск модулей из 16 Гб. Задержки у них могут быть 34, 40 или 42 в зависимости от качества банок памяти. Производитель собирается начать тестирование комплектов памяти XLR8 Gaming в третьем квартале этого года. Весьма вероятно, что массовое производство новой памяти начнётся где-то в четвертом квартале. А по новым слухам Intel может задержать выпуск Old Lake до начала следующего года, так что PNY может успеть выпустить все комплекты DDR5 к запуску новых процессоров. Тайваньская фирма Team Group ранее отличилась релизом первого комплекта оперативной памяти DDR5. Теперь она начала готовиться к старту поставок оверклокерских наборов T-Force Delta RGB с эффективной частотой вплоть до 5600 МГц. Модули T-Force Delta RGB выполнены на текстолите чёрного цвета и снабжены алюминиевыми теплосъёмниками. В их верхней части имеется полупрозрачная вставка со светодиодной RGB подсветкой. Team Group планирует вывести на рынок несколько комплектов из 16 и 32-гигабайтных планок с частотами от 4800 до 5600 МГц. Вендор также заявляет о поддержке оверклокерских профилей XMP 3.0 и трёхлетней гарантии, которая будет корректироваться в зависимости от улучшения материалов или технологий. В продажу наборы оперативной памяти T-Force Delta RGB поступят в четвёртом квартале. Графический процессор RX 6600 XT без заводского разгона работает в диапазоне частот от 2359 до 2589 МГц. Однако, как сообщает портал игрслаб, пользователь Гурти смог разогнать чип до 2800 МГц с сохранением стабильности работы. При этом видеокарта была оснащена обычной воздушной системой охлаждения и успешно прошла все стресс-тесты. Для разгона видеокарты оверклокер использовал специальное приложение Mo Power Tool, разработанное одним из пользователей форума игрслаб. Оно предназначено для тонкой настройки графических ускорителей и открывает доступ к функциям разгона, которые недоступны в AMD Wattman. Перед поднятием частоты Гурти повысил лимит энергопотребления чипа со 155 до 160 Вт, что совсем немного. Для ядра энтузиаст выставил значение тока в пределах 127-130 А, а для всей системы на кристалле выбрал постоянное значение 25 А. На GPU Гурти не остановился и немного поднял напряжение памяти, установив значение DPM3 на 1400 милливольт. После настройки карты в приложении Mo Power Tool он продолжил манипуляции в программе AMD Wattman. Как указывает Игорслаб, такой разгон не делает из RX 6600 XT, 6700 XT, но прибавка все-таки есть. Благодаря разгону карта заняла первое место в тесте 3DMark Time Spy в своей категории ускорителей. По свежим слухам видеокарты NVIDIA серии RTX 4000 на базе архитектуры ADA Lovelace поступит в массовое производство к середине 2022 года. В своем последнем сообщении Grayman 55 заявляет, что графический процессор AD102, который должен ставиться в RTX 4090 или RTX 4080, будет выпущен в конце этого года или в начале следующего. Затем графический процессор пойдет в квалификационный отбор во втором квартале 2022 года и массовое производство стартует к середине года. Данный чип должен получить монолитный дизайн, то есть будет состоять из одного кристалла, как и нынешние видеокарты NVIDIA. Но параллельно зелёные готовят и многокристальные GPU под названием Hopper. Они должны быть предназначены для рабочих задач, однако напомню, что есть слухи о замене Ады Lovelace на Hopper в случае победы AMD. Со стороны AMD тоже появились свежие утечки, которые рассказывают, что RX 7000 будет включать как архитектуру RDNA 3, так и нынешнюю RDNA 2. То есть RX 7000 будет представлять из себя смесь различных графических процессоров, основанных на разном дизайне и архитектурах. Предполагается, что RX 7900, 7800 и 7700 будут использовать новые графические процессоры, основанные на архитектуре RDNA 3. Они будут включать чипы Navi 31, Navi 32 и Navi 33, но только 31 и 32 будут использовать чиплетный дизайн. А младший Navi 33 будет опираться на монолитную конструкцию и иметь количество ядер, аналогичное Navi 21, RDNA 2. Но в видеокартах начального уровня AMD не будет использовать архитектуру RDNA 3, а сделает обновлённую RDNA 2. Ожидается, что младшие карты будут включать графические процессоры Navi 22, 23 и 24, изготовленные по 6-нм техпроцессу. В то время как RDNA 3 будет сосчитать 5 и 6-нм техпроцессы для различных чиплетов. То есть младшие карты по сути не попадут семейства RDNA 3 и будут неким рефрешем RDNA 2. Но будем смотреть за развитием событий. А чтобы не пропускать свежие новости, не забудьте подписаться на канал и прожать колокольчик. Компания Galax расширила ассортимент своих графических ускорителей серии Hall of Fame двумя моделями HOV Pro. Новые RTX 3080 Ti HOV Pro и RTX 3070 Ti HOV Pro стали более доступными вариантами существующих моделей флагманской серии Hall of Fame. Они основаны на чуть менее разогнанном GPU и используют иной дизайн системы охлаждения. Обе видеокарты внешне одинаковые, займут при установке 3,5 слота расширения и обе оснащены трехвентиляторными системами охлаждения. В моделях HOV Pro, как и у более производительных Hall of Fame используются печатные платы белого цвета. Тем не менее, сами по себе платы здесь не такие, как у более дорогих версий. Например, сразу бросается в глаза, что обе новинки оснащены двумя, а не тремя восьмиконтактными разъемами для топ-питания. Думаю, все знают слово Torrent, а шведская компания Fractal Design назвала этим словом свой новый корпус. Fractal Design Torrent разработан с прицелом на максимальный поток воздуха внутри конструкции. А одной из фишек являются два предустановленных 180-мм вентилятора во фронтальной части. Покупатели смогут выбрать из модификаций со стеклянной или стальной боковой стенкой, а также RGB-подсветкой вентиляторов и без неё. Во всех случаях предусмотрены пылевые фильтры, распределитель вентиляторов Nexus 9P Slim и встроенный кронштейн для видеокарты. В новинку влезет 7 карт расширения длиной до 461 мм, процессорный кулер высотой до 188 мм и водянка вплоть до 420 мм. Если говорить о цене, то Fractal Design Torrent обойдется в сумму от 190 до 230 долларов в зависимости от конфигурации. Главный аналитик Bloomberg поделился своим мнением по поводу того, кто является создателем самой популярной криптовалюты мира. Он считает, что за псевдонимом Сатоши Накамото скрывался программист Хэл Финни. В сообществе крипты Финни известен как один из первых сторонников биткоина. Он принимал участие в разработке криптовалюты и провел первую биткоин-транзакцию с загадочным Сатоши Накамото в январе 2009 года. Сам Финни умер в 2014 году в возрасте 58 лет. Аналитик назвал его создателем биткоина после того, как ознакомился с публикацией программиста на одном из форумов 1993 года. В ней Финни рассуждал об идее создания криптовалютных торговых карт, принцип работы которых схож с NFT токенами. Стоит отметить, что состояние создателя биткоина, которому по разным оценкам принадлежит от 750 тысяч до 1 миллиона и 100 тысяч биткоинов, в апреле оценивалось в 61 миллиард долларов. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поддержать его лайком. А я как всегда хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает ролики. До скорых встреч, друзья.